Поменьше кошмарить бизнес, следить за качеством ремонта дорог, присмотреть за обманутыми дольщиками и обратить внимание на ценообразование. На заседании коллегии областной прокуратуры губернатор Светлана Рова озвучила ряд просьб к надзорному ведомству, в частности, не снижать градусов в проверках торговых центров на пожарную безопасность. Но вот сейчас есть большая жалоба из Ковров-Мола. С учетом того, что это крупнейшее предприятие, посмотреть, мне кажется, надо внимательно. По городу там ряд торговых центров. Но они должны понимать, что это не какая-то разовая акция. Отдельная просьба проследить за ремонтом Струницкой больницы и поликлиники. Ведь это поручение президента. А также разобраться с лекарственным обеспечением города. 26 миллионов – это внутренние вопросы. Фонд обязательного медицинского страхования провел проверку. Они должны реестр сделать. Потому что это тоже будет пример для других. Как это, деньги выделены? А почему они по четыре дня лекарства-то не получают? Поэтому я бы вас попросила здесь вот нам тоже помочь и других наших коллег. Вот департамент эту работу ведет. Глава региона высоко оценила работу надзорного ведомства и поблагодарила за труды. Организацию президентских выборов – помощь при проведении Мундиаля. Отметила, что в целом жизнь в регионе меняется к лучшему и становится безопаснее. По статистике, количество преступлений снизилось на 9%, причем подростковых – на 15%. За полгода пресечена деятельность трех ОПГ, сбывавших наркотики. Важнейшим направлением работы остается борьба с коррупцией. В этом году установлены более тысячи нарушений. По материалам проверок возбуждены 10 уголовных дел. Особую роль в борьбе с коррупцией играли меры уголовно-правового характера. За последние годы совместными усилиями нам удалось во многом разрушить стереотип вседозволенности и безнаказанности нечистых на руку чиновников. Многие резонансные дела вам хорошо известны. Одна из самых больных тем – экология. Из-за закрытия свалок в Московской области наши территории стали под угрозу. Беспокойство прокуроров вызывает незаконное складирование отходов на земли лесного фонда. В этом году на два мусорных предприятия, не имевших лицензии на работу с отходами, завели уголовные дела. Пресечены факты незаконного складирования отходов, поступающих от промышленных предприятий Нижегородской области в Визняковском районе. Всего по итогам совместно с контролирующими органами мероприятия выявлено свыше 200 несанкционированных свалок и бытовых промышленных отходов. Слова благодарности прокурорам за совместную работу выразил председатель властного парламента Владимир Киселёв. Практически все нормативно-правовые акты принимаются в ЗАГС собранием с учётом мнения надзорного ведомства. Последние несколько лет прокуроры сами выступают с законодательными инициативами. За это время в Законодательном собрании было принято 17 областных нормативно-правовых актов, 17 законов по предложению прокуратуры. В том числе такие важные законы, как закон о общественном контроле, закон о правовом просвещении наших граждан и многие-многие другие. На коллегии работников прокуратуры попросили серьёзно отнестись к грядущим выборам губернатора и депутатов Законодательного собрания. Светлана Рова посоветовала не уходить в отпуска. Игорь Пантюшин подготовить объекты ЖКХ к отопительному сезону до дня голосования. Екатерина Зинурова, Александр Горшков, Губерния, 33.